Уровень цен на потребительском рынке Чувашии в первом квартале 2017 года, подготовка к весеннепылевым работам и призыв на воинскую службу стали темами еженедельного совещания у главы Чувашии. За три последних месяца инфляция составила меньше 1%. Это ниже, чем в целом по ПФО и России. Цены на какие продукты снизились, а на какие стали выше в нашем репортаже. В магазинах Чувашии стали дешевле свинина, курица, масло, подсолнечное, сливочная рыба, яйца, сахар, мука и сметана. Однако подорожали макароны и молоко. Выросла стоимость моркови, картофеля, помидоров и яблок. Если необоснованный рост цен есть, то есть мы прослеживаем динамику, всю цепочку, начиная от производителей поставки продукции, если такая тенденция наблюдается. А мы это все проверяем вместе с работниками прокуратуры. Задача наша, чтобы не допустить необоснованного роста цен на рынке. Сейчас рынок стабилизировался, соответственно, федеральные сетевые магазины тоже понимают. По тем объемам, по тем жестким условиям, заключаемых между производителями и между торгующими организациями, там надо отслеживать. Сейчас сельхозтоваропроизводители Чувашии работают над тем, чтобы излишки продукции продавали в другие регионы. Михаил Игнатьев предложил также развивать небольшие магазины шаговой доступности, когда жители республики могут покупать необходимые продукты непосредственно у дома и по невысокой цене. На цены влияют и ярмарки сельхозпродукции, которые в конце апреля начнут работать в Чебоксарах. В ближайшие недели начнутся весеннеполевые работы. По информации министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в хозяйствах республики достаточный запас семян, горюче-смазочных материалов и удобрений. Определились и с пассивными площадями. Некоторые виногоссоветия пытались сказать, что структура меняется, например, площади на картофель и так далее. Сегодня каждый руководитель хозяйства выбирает более маржинальную культуру. Это понятно. Если по растеневодству в прошлом году, в 2016 году, общая рентабельность была 20,7%, наибольшую прибыль сельхозпроизводители получили на таких культурах, как соя 106%, рапс 36%, на овощах открытого грунта 78%, и на других культурах, таких как кукуруза, люпин, лен. Еще одна тема совещания – подготовка к призыву на военную службу в апреле-июне 2017 года. Всего 1334 человека должны быть призваны в Чувашии за это время. Министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева сообщила, что показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья улучшается, а республика выполняет план по призыву. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.